Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о людях, которые самовыражаются, рисуя или творя свои произведения весьма интересными способами, что повергает людей в шок и заставляет задуматься, как они это делают, представляя вам 10 самых необычных художников современности. Брюс Монро. Брюс Монро известен своими необычными инсталляциями. В своем творчестве он работает со светом. Вот и теперь открылась очередная его инсталляция – поле света в английском городе Батт. Она представляет собой поле, усеянное лампами на тонких пластиковых стебельках и выглядит как декорация к фильму «Аватар». Джейсон Мессиер. Проблема наркомании остро стоит во всем мире. В попытке обратить на нее внимание широкой общественности, талантливый американский художник Джейсон Мессиер выполнил портреты звезд из таблеток. Самое интересное, что художник в качестве материала для своих полотен использовал только таблетки, которые отпускают по специальному рецепту, которые он легально никак не мог бы раздобыть. Можно сказать, что Джейсон совершил противозаконный акт, но тем самым он привлек внимание к нелегальному распространению наркотических средств. Художник Александры Фарто. В отличие от основной массы райтеров, португальский уличный художник Александры Фарто, более известный под прозвищем «Хиллз», создает свои картины не только при помощи аэрозольных баллончиков с красками. Создав эскиз будущего рисунка, Александра на месте создания картины начинает кропотливый процесс расщепления, пиления и сверления этой стены на различную глубину. Потом уже добавляет дополнительные цвета и затенения на те участки стены, которые были вскрыты, создавая тем самым визуальное взаимодействие между нетронутой поверхностью, изначальной покраской и слоями основного материала. Также художник создает свои картины и на других поверхностях – железе, бумаге и билбордах. Дженнифер Маэстри – эта девушка прославилась своими необычными скульптурами. Их необычность заключается в том, что они сделаны из карандашей. Конечно, формами они не блещут, но понимание того, что все это карандаши, поистине удивляет. Мигелин Дара – испанский художник Мигелин Дара мог бы заслужить звание самого усидчивого человека в мире. Он делает свои произведения в технике пуантилизма, составляет шедевры из чернильных точек. На этот рисунок понадобилось в общей сложности 3,2 миллиона точек и 210 часов рабочего времени. Джим Дэниван. Кто-то строит замки на песке, а Джим Дэниван любит рисовать на нем небывалые узоры, причем с математической точностью. Джиму Дэнивану 44 года. Он серфер, художник на песке и шеф-повар-самоучка. Джим рисует в основном на пляжах, однако в последнее время он начал рисовать и в пустынях. На пляже у меня не так много времени, как в пустынях, говорит он, ведь океан очень быстро все смывает. На вопрос, как ему удается рисовать такие идеальные круги, Джим отвечает, что это дело практики. Я нарисовал тысячи кругов за всю свою жизнь. В пустыне я как-то нарисовал круг диаметром 6 километров. Майк Стилки. Художник работает в городе Альтадена, Калифорния. Майк Стилки создает картины из корешков книг. Он выстраивает из них целую стену и на их корешках пишет свои картины. Майк долгое время мечтал издать альбом со своими картинами, но ни одно издательство не бралось за это. Его живопись не находила откликов среди критиков. Тогда художник решил, пусть книги расскажут о его творчестве. Вскоре картины книги Майка Стилки были замечены, и он приобрел известность как художник. Сейчас Майка с охотой приглашает во многие престижные галереи. Клэр Морган. Британская художница Клэр Морган создает необычные инсталляции, которые застывают прямо в воздухе. Рабочим материалом для художницы служат сухие растения, зерна, насекомые, чучело животных и свежие фрукты. Тысячи деталей инсталляции с ювелирной точностью закреплены на тонкой леске. Воздушные скульптуры Клэр Морган посвящены земле и всему живому, на ней обитающему. Нина Аоям. Девушка, проживающая во Франции, идет очень интересным путем. Да, она вырезает из бумаги, но как? Скажете, что вырезать может любой детсадовец? Но посмотрите, Нина вырезает из бумаги тексты и рисунки, которые приклеивает на ткань и стекло. Что получается? Вот такая вот красота. Лоренцо Дюран. Лоренцо Дюран ищет опавшие листья и использует те, которые он тщательно отобрал в качестве холстов. Он сушит их, спрессовывает и аккуратно вырезает свои картины на них. Его методика основана на исторических исследованиях резки по бумаге в Китае, Японии, Германии и Швейцарии. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вам все понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колоколец, чтобы первыми знать о новых роликах. Всем добра и успехов! Субтитры сделал DimaTorzok